Добрый день, программа «Парадокс», с вами ведущий Степан Демура. У нас в гостях сегодня Андрей Крутов, депутат Госдумы Российской Федерации от «Справедливой России» и обсуждаемый возврат к прежнему порядку уплаты страховых взносов от бедных несчастных предпринимателей, потому что якобы они пошли в тень. Добрый день, Олег, спасибо, Андрей, простите, спасибо, что пришли. У меня вопрос, на самом деле, первый такой. Вот были у меня представители опоры России, и они говорили, что они перед тем, как правительство, а потом Госдума принимала закон об увеличении страховых взносов, они везде ходили и говорили, показывали в выкладке, что это приведет к закрытию предпринимателей частных, индивидуальных, и снижению налогооблагаемой базы. Их никто не слушал, повысили. 400 тысяч сдали свои мандаты предприниматели. То есть получилось именно так, как и предупреждали люди, которые занимаются бизнесом, и специалисты-экономисты. Теперь все возвращается на круги своя, получается. Смысл тогда было принимать первый закон. Ну, я думаю, что проблема здесь немножко шире. У нас в этом году 26 лет нашему бизнесу в целом, и малому в частности, исполняются. И, по-моему, все эти годы – это годы борьбы за выживание, годы существования и развития не благодаря, а вопреки нашей власти. А вот последние три года – это годы, с моей точки зрения, системного уничтожения малого бизнеса. Есть несколько совершенно четких фактов, которые позволяют это доказать. Во-первых, это увеличение налогов и увеличение налогоподобных выплат типа социальных взносов. Андрей, извините, я вас перебиваю, но ведь, если я не ошибаюсь, в прошлом году правительство било себя в грудь и говорило, что налоги поднимать не будем. Не бойтесь. Ну, строго говоря, налоги они не подняли, зато подняли, начиная с 2011 года, в два с половиной раза социальные взносы для малых предприятий и юридических лиц. Сейчас такая же участь коснулась и индивидуальных предпринимателей. Ну, это же налоги практически, что люди отдают. По сути, да, поэтому я так их и называю – налогоподобные выплаты. Налогоподобные выплаты. Хорошо. Что произошло? Действительно, по разным оценкам, от 300 до 500 тысяч индивидуальных предпринимателей подали заявление о ликвидации. Второй пример – это массовое ограничение свободы предпринимательства, которое у нас идет по всем фронтам. Иногда это гораздо более болезненно, чем даже увеличение соцзносов и налогов. Речь идет о том, что, начиная с прошлого года, в стране массово происходит снос так называемых нестационарных торговых объектов – это палатки и киоски. Делается это зачастую под надуманными предлогами. Далее людей заставляют выходить на аукционы, где цена земельных участков под этой палаткой взлетает до миллионов или десятков миллионов рублей. Нам показывали данные по Москве, где я видел цену на право аренды 10 квадратных метров – 30 миллионов рублей, например. Зачастую это делается подставными фирмами, они разгоняют эту цену, дальше эти фирмы, дальше добросовестный предприниматель просто уходит с этих торгов, а дальше фирмы-посредники по цепочке отказываются от права заключения договора с городом, и участок уходит по первоначальной цене в 5 тысяч рублей. То есть страдает и бюджет, который не получил реальные деньги от добросовестного предпринимателя, а все эти объекты оказываются в руках, по сути дела, посредников. Ну не все же могут к резной плиточке присосаться в Москве. Точно. И следующий момент – это, например, ограничение на продажу пива и табака в палатках. Мы двумя руками за ограничение доступности алкоголя и табака, но ситуация выглядит следующим образом. В сети переносится? По сути, да, совершенно верно. То есть малый бизнес лишился 75% выручки. По нашим оценкам, только из-за этого решения 200 тысяч малых магазинчиков и палаток по всей стране закроются, 500 тысяч людей потеряют свою работу. Зато ровно на тех же, почти на тех же с точки зрения доступности для граждан в местах будут торговать сетевики. Кстати говоря, зачастую принадлежащие иностранцам. Офшором. У нас, правда, деофшоризация сейчас началась. И офшором в том числе. Вот вам примеры. Это примеры системной работы, в кавычках, нашей власти по уничтожению малого бизнеса. Дальше можно список этих несправедливостей продолжать, по сути, до бесконечности. Это и введение упрощенного порядка, введение арбитражного производства, когда дело в арбитражах могут штамповать просто даже без участия малого предприятия. Это и новый порядок введения кассовых операций, который, по сути, заставляет индивидуальных предпринимателей пользоваться услугами банков. Это и массовое закрытие рынков. Это и бессмысленная система аттестации рабочих мест и так далее, и тому подобное. Я считаю, совершенно четко уверен, что подобного рода проблема, она иначе как политически решена быть не может. Это не просто бухгалтерская или счетная задача. Это именно вопрос политики государственной по отношению к малому бизнесу. Андрей, а зачем это делается? Это не от большого ума, либо есть какой-то большой и такой страшный план? Я думаю, то и другое. С точки зрения мелких чиновников это глупость и жадность, а с точки зрения государственной политики это, конечно, стремление ограничить свободу, в том числе и свободу предпринимательства, а в конечном итоге и в целом свободу. Ну да, они же не голосуют за единую Россию, получается, предприниматели в основном. Да, но тут есть еще один действительно нюанс, о котором вы правильно упомянули. Что такое вообще малый бизнес в стране? Насколько это значимое с социально-экономической точки зрения сектор экономики? По-моему, это очень значимое. У нас 25% занятого населения, а это почти 18 миллионов человек, работают в этой сфере. Они производят 30% товаров, работы, услуг в целом по экономике. Я думаю, что задача, скажем так, малого бизнеса, который представляет огромный сектор экономики, это все-таки скоординировать свои усилия по возможности, насколько это возможно объединиться, и выступить единым фронтом по отношению ко всем этим проблемам, которые перед ними стоят. И именно, имея это в виду, я и говорю и о политической задаче, и о политических методах борьбы, которые должны быть использованы. Я вот к вам на эфир приехал после митинга предпринимателей, который проходил сейчас в Москве на символичном месте, на Красной Пресне, около метро 1905 года, рядом с памятником. Даже так далеко зашло, да? Малый бизнес московский протестовал против очередного увеличения, скажем, ставок арендной платы для павильонов и киосков, расположенных в подземных переходах в районе станции метро. Им повышают цену аренды от 10 до 50 раз. Сколько? Вот люди платили, скажем, 60 тысяч рублей, а будут платить, например, 400 тысяч рублей. То есть это почти на два порядка. Ну опять же, ну смотрите, надо город укладывать плиточкой. У нас сейчас моют улицы, да, шампунем, дорогим, наверное, по несколько раз. А куда все деньги идут? Вопрос. На самом деле, с точки зрения налоговой отдачи... У меня, извините, просто у меня, кроме сарказма и такой идиотских шуток, такие новости ничего не вызывают. Согласен. В 10 раз поднять аренду. Смотрите, даже не в 10, а в 100. Ну, вы сказали от 10 до 50. Да. Значит, смотрите, на самом деле доходы налоговые от малого бизнеса в целом по стране очень невелики. Они составляют порядка 200-250 миллиардов рублей. На самом деле это не так много. Это связано с чем? То, что малая доля ВВП, либо люди не платят? Ну, по-разному. Конечно, это связано и с тем, что государство целенаправленно загоняет их в тень. Оно создает такие условия, когда введение, например, того же честного бухгалтерского учета, это слишком накладно. То есть целый комплекс проблем. Но факт остается фактом. Вот мы получаем от него около 200-250 миллиардов рублей. Это не такие большие деньги. Кстати, вот государству мы предлагали решить, например, эту проблему. Мы в прошлом году внесли свой вариант налога на роскошь. Этот налог в нашей, по крайней мере, редакции коснулся бы всего лишь 1% самых зажиточных граждан России, но ежегодно приносил бы в бюджет порядка 200-250 миллиардов. То есть начав эту работу с налогоплательщиками, именно с крупных налогоплательщиков, мы бы, например, получили бы в бюджет сумму, сопоставимую с той, которую приносит весь малый бизнес. И могли бы на эти деньги малый бизнес освободить от налогов вообще. Малый бизнес что-то кормит, сколько, 18 миллионов человек? Совершенно верно. Более, он решает не только экономическую, он решает социальную задачу. И это те люди, которых мы, которые не просят, по сути, у государства ничего. Они сами занимают себя, как индивидуальные предприниматели, являются так называемыми самозанятыми. И плюс создают рабочие места. Теперь, с точки зрения государственной поддержки, финансовой поддержки, государство у нас с федерального уровня порядка 20 миллиардов рублей направляет на различные программы. Плюс еще порядка 5-7 миллиардов рублей ежегодно добавляют бюджеты региональные. Получается там 25-28 миллиардов рублей ежегодно. Значит, если разделить на число занятых в этом бизнесе, получается чуть больше 100 рублей в месяц. Вот такая 100-рублевая ценность малого бизнеса в лице государства. У нас сотни миллиардов, миллиарды рублей направляются, или там триллионы рублей. Андрей, мы должны прерываться на вас на первую. Оставайтесь с нами. Снова программа «Парадокс». С вами ведущий Степан Димур. У нас в гостях Андрей Крутов, депутат Госдумы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия». Обсуждаем мы проблемы малого бизнеса. Вот позвольте, я спрерву вашу мысль. Просто у меня возник вопрос простой. Ведь эти же люди не так много зарабатывают. Потому что они закрываются из-за того, что у них расходы в год увеличились, получается, на 14-15 тысяч. То есть для них это реальные деньги, на которые они живут практически. Совершенно верно. Но в то же время они, во-первых, ничего не просят у государства. 100 рублей в месяц, как вы сказали, ну, не те деньги. Создают рабочие места. У меня вопрос, они говорят, ну, почему их гнобят? Ведь, если я не ошибаюсь, после кризиса та же Набиулина долго говорила о каких-то программах, что нужны обучающие программы. Мэр предлагал, да, чтобы люди занимались бизнесом, поскольку там все боялись, что государство просто схлопнется. Когда был кризис, помните, 9-10 год, они все напуганные были там наверху. А сейчас, ну, вроде как все успокоилось, ну, и что заниматься малым бизнесом? Ну, а зачем его так гнобить? Вот я не понимаю этого. Ну, еще раз возвращаемся. С точки зрения такого обычного российского чиновника-бюрократа, это просто глупость и жадность. Вот они говорят о том, что в пенсионном фонде появляется некая дыра в размере 47 миллиардов рублей, которую мы должны закрыть именно за счет... Сколько, 47 миллиардов? 47. Нет, в целом-то она несколько сотен миллиардов рублей, но вот 47 миллиардов из этой дыры мы закроем за счет повышения в два раза взносов социальных для индивидуальных предпринимателей. Андрей, а у меня вот предложение такое странное есть, да? Выходит вот счетная палата, по-моему, в прошлом году счетная палата сказала, что на госзакупках было украдено чуть менее триллиона рублей. Ну, слушайте, ну, даже если вы половину вернете, закроют все дыры. Вот этим почему никто не занимается? Совершенно верно. Есть вот у нас, у нашей фракции, у нашей партии «Справедливая Россия», у наших депутатов совершенно конкретное предложение по исправлению этой ситуации. Как вернуть деньги в бюджет, при этом не придушив окончательно малый бизнес. Один я вам способ уже назвал. Это введение налога на роскошь. Второй способ – это введение прогрессивной шкалы подоходного налога. Третий способ – это полный отказ от накопительного элемента в пенсионной системе. Четвертый способ – это возврат в российскую экономику денег, которые мы сосредоточили в наших международных валютных резервах, а это порядка 10 триллионов рублей. Но вот если остановиться поподробнее на последней части, мы же не возвращаем их в экономику и в малый бизнес напрямую. Мы хотим эти деньги так или иначе в конечном итоге загнать в некое ОАО под названием «Российское финансовое агентство». И распилить. И распилить. Есть законопроект. Это то, что предлагает нынче правительство. Вместо того, чтобы кусочек из этих денег отрезать и дать людям, в том числе и в виде налоговых льгот, или хотя бы не повышение налогов существующих, мы эти деньги просто отдадим в руки очередным финансовым посредникам, и они будут просто, откровенно говоря, проедены. Вот несколько совершенно конкретных решений этой проблемы. И каждое из этих решений, оно подкреплено соответствующим законопроектом, который мы внесли в Государственную Думу. Но, к сожалению, партия власти, которая у нас называется партия «Единая Россия», она категорически эти инициативы отвергает. А почему? Ну ведь они, когда отвергают, должны же предъявлять какие-то аргументы? Или это просто уже без аргументов все работает? Нет, почему? Из Кремля позвонили и сказали, что это нельзя, значит, нельзя. Так что получается? Откуда им там звонят, мне сложно сказать. Но я думаю, что с политической точки зрения это характеризует, лишний раз характеризует, что партия «Единая Россия» это партия, которая отстаивает интересы чиновников, бюрократов. Это партия, которая отстаивает интересы крупного бизнеса. Вот в рамках подобной стратегии их деятельность совершенно уместна и правильна. По сути, это такая правая ультралиберальная партия, которая говорит, мы поддерживаем крупный бизнес, мы поддерживаем финансовых посредников, мы поддерживаем различные финансовые и прочие институты типа Росфинагентства, а всех малых и бедных мы потихонечку гнобим. Не потому что мы плохие, а потому что у нас такая позиция политическая. Мы, как социалистическая партия, исповедуем совершенно противоположные цели. Но как же, ведь они же сейчас сотрудничают с Объединенным народным фронтом, а там ведь олигархов вроде нет. Вы знаете, есть... Чуть ли не сливаться, по-моему, задумали в едином экстадии, нет? Есть организационные вещи, или декларативные вещи, а есть реальные голосования в Государственной Думе, которые не обманешь. То есть, более того, они сейчас на сайте Государственной Думы публикуются. И там можно совершенно четко посмотреть, кто голосовал за увеличение налогов на малый бизнес два года назад. Единая Россия. Кто голосовал в первом чтении за Росфинагентство. Единая Россия. Кто голосовал за введение пенсионной системы с накопительным элементом, который мы иначе как финансовый пылесос не называем. Единая Россия. Кто будет голосовать, я уверен, за законопроект, который так или иначе увеличивает взносы на индивидуальных предпринимателей. Единая Россия. Ну вот есть совершенно четкие факты. Факты голосования. Поэтому... Ну, я говорю еще раз. Ничего в этом, наверное, страшного как бы нет. Ну, просто партия представляет свои интересы, своих спонсоров. Отстаивает интересы той целевой аудитории, на которой она ориентируется, так сказать, в своей работе. Мы в том числе отстаиваем интересы малого предпринимательства. И декларируем это как свою программную установку. Поэтому, естественно, мы против любых телодвижений, которые направлены на ущемление интересов малого предпринимательства. Более того, вот мы сегодня с коллегами обсуждали, мне кажется, наряду с нашим законопроектом, который мы не так давно внесли, о моратории на рост тарифов в жилищно-коммунальной сфере, нам надо внести в Государственную Думу закон, который бы накладывал бы мораторий на ухудшение имущественного, налогового или иного положения субъектов малого предпринимательства. Просто для начала запретить на законодательном уровне любые ухудшения его положения. Это первое. Дальше у нас будет какое-то время... А что значит ухудшение положения? Ну, вот пример вам с увеличением социальных взносов. Просто на законодательном уровне подобного рода положения запретить. У нас малый бизнес, который, я еще раз напомню, это 18 миллионов человек, на секундочку. Это тот сектор экономики, тот класс людей, который, с моей точки зрения, он дискриминируется постоянно. Я вот все эти примеры об этом говорил. И второе положение, которое мы также, я думаю, оформим законодательно и внесем в Государственную Думу, это имущественная ответственность. Имущественная ответственность чиновников, имущественная ответственность, в том числе и правительства, за мероприятия, которые направлены на ухудшение его положения. Вот возьмем пример с запретом на продажу пива и табака в палатках. Ну, прекрасно, вы из каких-то соображений хотите запретить торговать пивом и табаком в палатках. Вот есть уже независимые оценки, что сетевые компании за ближайшие 2-3 года на этом заработают 3 триллиона рублей. Прекрасно. А, соответственно, малый бизнес потеряет аналогичную сумму. Прекрасно. Компенсируете ему напрямую из государственного бюджета. Я, кстати говоря, год назад, когда коллега Медведев, тогда еще кандидат на пост, простите, премьер-министр, приходил к нам в Государственную Думу и встречался с нашей фракцией, вот ему задавал вопросы эти. Значит, я вот у него спрашивал, а почему у нас малый бизнес платит 30% налогов с фонда отплаты труда, а в тех же Соединенных Штатах, например, 3%. Почему у нас малый бизнес сдает 20 форм разной налоговой и прочей отчетности, а в тех же Соединенных Штатах два листочка в конце года? Почему, в конце концов, в Соединенных Штатах Америки бюджет Small Business Administration, это организация, которая занимается поддержкой малого бизнеса, этот бюджет сопоставим с оборонным бюджетом Соединенных Штатов? Ему предложил, вот прекрасно, у нас есть планы потратить на оборонку до 2020 года 20 триллионов рублей. Давайте мы, по примеру Соединенных Штатов Америки, как говорится, руководствуясь лучшими мировыми практиками, как теперь принято выражаться, потратим 20 триллионов рублей на сектор под названием малый бизнес в России. Но ни на один из этих вопросов ответа не было ни тогда, нет, ни сейчас. Ну, вы понимаете, очень странно, на самом деле, ситуация складывается. Хорошо, гнобят малый бизнес, люди вот сдают лицензии, пусть кто-то уходит в тень, кто-то теряет свой бизнес. Но ведь у нас же постоянно провозглашаются и произносятся какие-то догмы, речи о социальной стабильности, как о ней нужно заботиться. Ведь получается, что здесь можно потратить небольшую копеечку, грубо говоря. Ну, что такое 250 миллиардов рублей в год? Ну, это ничто. Можно просто налоги с них. По сравнению с 15 триллионным бюджетом. По сравнению с одной олимпиадой, да, сколько там спилили. Это же ничто, да? Вот взять людей, которые, скажем, занимались олимпиадой, потрясти их как следует. Эти денежки вместо малого бизнеса положить в бюджет. Люди будут сыты? Будут сыты. Социальную напряженность снимет? Снимет. Почему вот это не делается? Вот меня, я вот это не могу понять. Неужели там сидят люди с половиной извилины? Там даже одной извилины нет. На ваш взгляд, вы же с ними общаетесь? Ну, я не буду, конечно, давать никаких личных оценок. Среди них много... Я судил по действиям, понимаете, по действиям. Да, а если судить по действиям, то еще раз повторю, это люди, которые совершенно не интересованы в развитии этого сектора экономики. Какое решение, помимо наших законодательных инициатив, еще раз говорю, по-моему, решение находится исключительно в политической плоскости. Первое. Малый бизнес должен объединиться. И примеры такого существуют. Вот, например, я являюсь одним из руководителей общероссийского движения развития предпринимательства. Это структура, которая объединяет малый бизнес практически во всех регионах страны. Вот мы 26 мая 2011 года вывели на улицы российских городов несколько десятков тысяч человек. И я думаю, что благодаря этой забастовке предпринимателей, как мы тогда ее назвали, взносы, которые были первоначально повышены с 14 до 34 процентов, они откатились на уровень 30 процентов. А для некоторых категорий малых предприятий юридических лиц на уровень 20 процентов. Вот если бы на улицы городов российских вышло, либо не десятки тысяч человек, а миллионы человек. Причем мы говорим о совершенно четких требованиях. Мы должны проваться на новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Снова программа «Парадокс». Я иду с Степан Димура. У нас в гостях Андрей Крутов. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия». И разговариваем мы о проблемах малого бизнеса. Да, продолжайте, пожалуйста. Выйдут миллионы. Но миллионы – это уже чревато. Ну, вы знаете, если миллионы выйдут совершенно конкретными требованиями, мы призываем людей выходить на улицы не с абстрактными лозунгами, типа там «Долой антинародный режим». Мы говорим о совершенно конкретных вещах. Вот сейчас речь идет о двукратном увеличении взносов социальных для конкретной категории лиц, для индивидуальных предпринимателей, для малого бизнеса. Я думаю, что если подобного рода решениям мы противопоставим массовый протест этой категории граждан, организованный в рамках закона, то мы добьемся результата. Второй вариант – это, конечно, выборы. То есть, естественно, в ходе выборов, скажем, у нас во многих регионах будут в сентябре выборы в местные органы, в местные законодательные собрания. Я думаю, что с учетом этого, конечно, партия власти от малого бизнеса, по идее, не должна получить ни одного голоса в свою поддержку. И если это произойдет, если это действительно будет так, если действительно люди поймут, что на выборах они смогут решить эту проблему, если партия власти потеряет 25% избирателей... Есть Чуров. Он рисует. Ну, не знаю. Вы знаете, как мы... Вот я, например, в Государственной Думе представляю Иркутскую область, да, у нас там относительно честный подсчет голосов, поэтому я вот, если говорить об Иркутске, например, в Иркутске 25% населения занято в сфере малого бизнеса, а это на секундочку 40,5 тысяч человек. Для полумиллионного города это достаточно большая величина. Ну, плюс еще их семьи, которые тоже могут голосовать. Да. Я думаю, что вот если 25% избирателей вот таким совершенно легитимным способом выразят свое отношение к действиям по отношению к ним, я думаю, будет повод задуматься. На местном уровне? Да, ну, можно начать, я говорю, ближайшие выборы у нас в сентябре, поэтому я предлагаю и призываю всех коллег совершенно четко в рамках закона действовать. Первое. Мы 26 мая по всей стране также проведем акцию малых предпринимателей, индивидуальных предпринимателей, где потребуем вернуть социальные взносы, повышенные в два раза к прежнему уровню. Андрей, а если я не ошибаюсь, могу ошибаться, извините, что вас перевиваю, но ведь, по-моему, вчера или позавчера я где-то прочитал, что сверху было спущено в Думу, то есть в Единую Россию, распоряжение быстро провести законопроект, который возвращает эти выплаты. Не совсем так. Не совсем? Что-то не так прочитал? Да, там предлагается и немножко иная система, но суть ее коротко, если все равно это увеличение относительно действующего до нынешнего года уровня этих социальных взносов. Мы, естественно, мы, кстати говоря, внесли соответствующий законопроект, свой законопроект, как депутаты от «Справедливой России», который возвращает прежнюю величину пенсионных взносов для индивидуальных предпринимателей. Естественно, мы будем работать и с тем текстом, который будет предлагать партия большинства, максимально пытаясь развернуть его в сторону малого предпринимательства. Но в целом мой подход такой, что все-таки это должны быть политические требования, которые мы должны решать в ходе совершенно конкретных акций протеста, совершенно конкретным темам и в ходе выборов. А у органов местного самоуправления есть какие-нибудь рычаги, чтобы поддерживать малый бизнес? Ну, вот опять же, приведу пример Иркутск. Год назад мэр решил снести 2000 палаток и киосков по городу Иркутску. Вот мы провели несколько массовых мероприятий. Я, как депутат Государственной Думы, направил во все заинтересованные, скажем так, инстанции депутатские запросы. И в мае прошлого года на очередном вот нашем митинге, на очередном сборе в городе Иркутске мэр вышел и сказал, все, я пас, я больше не буду вас трогать. То есть сработало. Сработало на 100%. А это на самом деле 2000 палаток и киосков. Мы оценивали это как 20 тысяч граждан, которых бы это решение коснулось, которые просто бы потеряли работу. Вот совершенно конкретный четкий пример. Пример мая 2011 года, когда эти массовые выступления предпринимателей привели-таки к снижению социальных взносов, пускай не в полном объеме, как мы требовали, но если вышло бы больше, я уверен, что власть бы совершенно четко прислушалась. То есть это люди, которые выходят с совершенно четкими политическими требованиями, знают, чего хотят и хорошо организованы. Я бы даже сказал, что социально-экономическими требованиями, а насколько они организованы, ну, конечно, хотелось бы, чтобы лучше. Откровенно говоря, естественно, малый бизнес, индивидуальные предприниматели, это люди дела, это те, кто, конечно, привык прежде всего работать с утра до ночи, а не митинговать. Зачастую они боятся выйти на улицу. Но когда ситуация доходит до предела, они выходят и добиваются результата. Вот есть по прошлой нашей акции пример нескольких городов, малых городов, малых поселков городского типа, где вообще все предприятия – это уже частники, все предприятия – это малый бизнес. И когда мы проводили забастовку, они действительно закрылись на один день. Вот это полностью была парализована, по сути, работа этого города. Не ходили маршрутки, не работали парикмахерские, не работали магазины. И, вы знаете, власть моментально отреагировала. Моментально. Моментально приехали руководители этих поселений к предпринимателям, моментально приехали областные руководители и сели за стол переговоров. Что не так, давайте как-то решать эти проблемы. Пример Иркутска я вам приводил. Я думаю, что это совершенно нормальный, легитимный и эффективный метод работы наших граждан с властью. И на местном уровне, и на региональном, и на федеральном. Андрей, а вот если теперь немножко помечтать. Предположим, у вас есть все возможности, как политические, так и финансовые, силовые, любые. Что бы вы сделали, чтобы малый и средний бизнес в России расцвел? По пунктам и желательно с объяснением. Почему? Вы думаете, что и так будет? Да, во-первых, я бы вернул федеральный закон о государственной поддержке малого предпринимательства, который существовал, но потом был там модернизирован и выхолощен, по сути. А в чем его суть? Где описаны совершенно четкие финансовые, организационные механизмы прямой и косвенной поддержки малого бизнеса. Второй момент, это... А какие механизмы были? Ну, начиная с прямых государственных денег, которые направляются на разные мероприятия по его поддержке. Это и субсидирование ставки, это и субсидирование арендных платежей, это и субсидирование обучения, это и субсидирование, это просто даже прямые выплаты за создание рабочего места и так далее. Там целый набор просто, об этом я этой проблемой занимаюсь где-то лет 15-17, более-менее профессионально. И у нас эта программа готова. Это первое. А когда его стали выхолачивать? В каком году, не помните? Ну, это 2000-е, нулевые годы, когда, по сути, также был ликвидирован комитет государственный по поддержке малого предпринимательства, который существовал. Был ликвидирован федеральный фонд поддержки малого предпринимательства, который существовал. Я думаю, для того, чтобы малый бизнес развивался, нужно вот можно просто-напросто восстановить все те инструменты, которые по поддержке малого бизнеса существовали на конец 90-х, начало 2000-х годов. Это первое. А причину не назовете, почему уничтожили этот закон и все эти комитеты? Я думаю, что это все то, о чем мы и говорили. Этот сектор не являлся доминирующим, не являлся наиболее интересным для чиновников. Понимаете, чиновник, который сидит на нефтяной или газовой трубе, откровенно говоря, должен думать только о одном, чтобы энное количество наемных работников качало нефть и газ, а дальше энное количество работников их охраняло. И обслуживало. И обслуживало. Все остальные, по сути, для подобного рода чиновников это лишние люди. Поэтому придушить их, вольно или невольно, для них это очень естественно. Второй момент это... Особенно, если они молчат. Да. Второй момент это, конечно, налоги. Налоговая система, которая действует в сфере малого предпринимательства. В целом, вот сама упрощенная система налогообложения, кстати говоря, мы тоже в свое время принимали участие в ее разработке. Это, мне кажется, вот, наверное, одно из немногих таких позитивных вещей, которое осталось в ныне действующем налоговом кодексе. Это 6-процентный налог с дохода, который малые предприниматели платят, и действительно это позволяет им жить. Но вот социальные взносы, о которых мы много говорили, это, конечно, необходимо совершенно четко отрегулировать и ввести какие-то разумные рамки. И третий момент это методы прямой государственной поддержки, в том числе прямыми бюджетными деньгами. Ну, можно просто, наверное, не деньгами поддерживать, а, скажем, допустить к госзаказу? Вариантов может быть много, понимаете, но почему бы, например, для того же малого бизнеса не строить так называемый бизнес-инкубатор или не предоставлять за символическую сумму помещение в аренду? Почему вот у нас, наверное, в Москве сейчас минимальные ставки, даже льготные ставки, это 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год, там до 15 тысяч доходит, это то, что непосредственно правительство выделяет Москве малому бизнесу. На самом деле это тяжкое бремя для малого бизнеса. Таких наборов, форм и методов поддержки достаточно много. Еще раз, осталось их систематизировать, необходим отдельный государственный институт, отдельная государственная структура на уровне, я бы уже сказал, министерства, которое этим занимается, а не просто департамент в нынешнем Министерстве экономического развития. Хотя просто усилий этого департамента не хватает на всю страну. А усилий в каком смысле? Разработка программ или отслеживание их выполнения? И то, и другое. Вот они ведут федеральную программу по государственной поддержке, о чем я говорил, в рамках которой из бюджета выделяется порядка 20 миллиардов рублей ежегодно на софинансирование мероприятий в регионах. Ну, этого явно недостаточно. А бюджет подобного рода программы, по-моему, вот он должен быть увеличен на порядок, а лучше на 2. А какова, скажем так, перспектива принятия этих законов таких в существующей ситуации? Теперь мы от идеального мира возвращаемся в реальный. К чему готовятся, грубо говоря, малому бизнесу? Я думаю, что малому бизнесу... Извините, порываю. Мы вот говорим о малом бизнесе. Что такое малый бизнес? Ну, малый бизнес – это, опять же, нормативы по его численности. Там есть несколько градаций, микропредприятия, малые предприятия. То есть это бизнес в пределах нескольких десятков человек с объемом выручки в пределах 60 миллионов рублей в год. Вот это и есть малый бизнес. А готовятся, ну, не знаю, мне кажется, российские предприниматели, особенно малые, они в ныне действующей ситуации всегда привыкли готовиться к худшему, а надеяться на лучшее. Поэтому я думаю, что мы со своей стороны, по крайней мере, еще раз, то, что зависит от нас, как от депутатов Государственной Думы, мы все сделаем. Мы внесли и внесем все те законодательные инициативы, о которых я говорил. Мы поставим вопрос и ставим этот вопрос постоянно об увеличении государственной финансовой поддержки. А решение кардинального вопросов, оно зависит во многом от малого бизнеса, от его способности объединиться, консолидировать свои силы. Извините, мы спрываем, должны прорваться на новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Снова программа «Парадокс». У нас в гостях Андрей Крутов, депутат Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия». И разговариваем и обсуждаем проблемы малого бизнеса. Я все-таки хочу вернуться к своему непониманию происходящего по одной простой причине, почему не понимаю. Вопрос стоит о 250 миллиардов рублей. Да? Поступлении налогооблагаемой базы, поступлении бюджета от малого бизнеса. Плюс еще, да, несколько десятков миллиардов, которые поступают в небюджетные фонды, в пенсионные фонды. Да, хорошо. Занято порядка 18 миллионов. Да. Но это же просто какие-то несовпоставимые вещи в том смысле, что зачем их трогать? Пусть живут. Меньше социальной напряженности будет. Вы знаете, этот вопрос лично у нас, да, и вызывает ровно такое же недоумение, недоумение, как и у вас. Но еще раз, мое мнение такое, что нынешнее правительство, нынешняя ситуация, которая складывается внутри партии власти, говорит о том, что на самом деле это просто лишние люди для них. Это люди, которые, ну, только вот ходят, мешаются, так сказать, путаются под ногами, если есть возможность, и при этом не могут ничего противопоставить вот этому массированному чиновничьему давлению в свой адрес. Ну, почему бы, если, что называется, не прокатывает, что называется, не отжать от них еще какую-то копейку? Вот, я думаю, так рассуждают. Вот у нас есть, я еще раз говорю, дыра в пенсионном фонде. Она, ну, не сопоставима даже с теми деньгами, которые можно выжать, что называется, из индивидуальных предпринимаций. Ну, а если, а если получится, а если не запротестуют? Ну, это ж путь в никуда. Совершенно верно. Мы предлагаем совершенно иные решения в той же... Проблемы того же пенсионного фонда, они должны решаться не в плоскости малого бизнеса. Ну, я вот тоже, поэтому я неспроста, на самом деле, заловый вопрос, сколько у них извилин. Потому что экономика замедляется. Все, это уже очевидно. Даже наверху это поняли. Сейчас бегают с визгом и криком, что нужно что-то придумать. А когда замедляется экономика, ни в коем случае, как показывает мировая практика, нельзя поднимать налоги. Вы будете замедлять еще больше. Последний пример, это что у нас? Греция, Испания, Италия, Португалия. Пожалуйста. Далее. Когда замедляется экономика, мы все четко знаем, что оценочно 5 процентов роста ВВП, это тот предел, при котором еще существует социальная стабильность. Тоже вроде бы известный факт. Этих 5 процентов явно не будет. Возможно, будет отрицательный рост. И при этом в это же время эти умные государственные мужи еще хотят обидеть и разозлить 18 миллионов человек. Я поэтому и спрашиваю. У них с логикой все в порядке? Я думаю, что с их логикой, наверное, все в порядке. То есть на шаг они уже не видят, не могут просчитать ситуацию. Ну, вы знаете как, в России... Вот так выходит просто. Совершенно верно. В России, с нашей точки зрения, сама по себе система распределения и перераспределения в корне не верна. Россия, которая получает гигантские средства, в том числе и от продажи углеводородов, все эти так называемые тучные годы, она совершенно глупо, зачастую бездарно распределяет полученное... Ну, не глупо и не бездарно, скажем так, а в угоду определенным интересам. Ну, вы знаете, и вот чем больше... Вы же сами говорите, что есть политический интерес. Совершенно верно. И чем большим количеством людей эти интересы будут расходиться, вот мы говорим о 18 миллионах, вот с ними точно расходятся, да, то неизбежно, неизбежно будет смена, либо мы поменяем систему распределения, либо ну, либо это какие-то действительно массовые социальные и экономические потрясения в стране. Я думаю, что... Я очень надеюсь, что наш лидер... Я думаю, что то желание сохранить стабильность, оно неизбежно приведет к тому, что систему распределения и перераспределения нужно менять. А система распределения и перераспределения, прежде всего, задается налогами и бюджетным процессом. То есть, какой кусок пирога, который из себя представляет бюджет, мы в чью сторону перераспределяем? Да, конечно, мы можем основную массу и все самые сладкие кусочки направить в сторону олигархов. А они, заработав эти деньги здесь, направят их в сторону BVI, острова Мэн или иных иностранных юрисдикций. А можем задуматься и понять, что так дальше продолжаться не может и именно, и прежде всего, с точки зрения социальной стабильности в обществе. И это понимание, несомненно, приведет к необходимости введения прогрессивной шкалы подоходного налога. Вот прогрессивная шкала подоходного налога, мы привели такое небольшое исследование. На самом деле, это основа социально-экономической стабильности стран в целом. Ни одна из топ-50 стран в мире не имеет плоской шкалы подоходного налога. То есть, система эффективного распределения денег от действительно хорошо и много зарабатывающих корпораций и граждан в сторону социально незащищенных слоев общества и секторов экономики, это основа, что, я извиняюсь, этих коллег там не вешают на столбах. Но это есть коэффициент Gini, расслоение общества подоходом. Они это прошли на уровне буржуазных революций 18 века. Это такой внутри договор гражданский в обществе. Да, мы... Но эта система работает по принципу «живи, дай другим жить». Совершенно верно, совершенно верно. И более-менее стабильно. И в среднем вот этот уровень подоходного налога, скажем, для наиболее обеспеченных граждан, в среднем, он во всех этих странах составляет максимальная ставка 50%. У нас 13% и для выпускника вуза, молодого специалиста, и для олигархов. Следующий момент – это налог на роскошь, о котором мы говорили. Это стремление, опять же, он существует везде. И не так давно Великобритания приняла дополнительные меры по налогообложению роскоши Франции и многие другие европейские страны. Его гражданина, да, Депардье. Да. О чем это... Для чего эта система существует, опять же, во всех странах? Это система, которая демонстрирует, что сверхпотребление, чрезмерное потребление, вопреки развитию бизнеса, вопреки развитию каких-то социальных институтов в стране, она государством оценится как негативное. Вот сверхпотребление – это плохо. А вложение в бизнес, вложение в создание рабочих мест, вложение в модернизацию производства, вложение в оборудование, в здание, в строение – это хорошо, и это льготируется. Значит, ну, и опять же, если мы не самоубийцы в глобальном смысле, мы вынуждены будем ввести и эту систему. Дальше с точки зрения деофшеризации экономики, о чем вы уже упоминали. Невозможно зарабатывать все деньги в стране и вывозить их прямым ходом за рубеж. Почему? Возможно, как показывает практика. Но недолго. И с самыми печальными последствиями и сейчас, и в ближайшей перспективе, если мы это не остановим. У нас крупные корпорации доводят ставку, эффективную ставку налога на прибыль до 2-3% годовых. Это как в США, между прочим. Там тоже корпорации платят 3% от всей налогооблагаемой базы. Вы знаете, я не знаю, как в Соединенных Штатах, но в России при этом ни одна... Точнее так, в Соединенных Штатах совершенно точно ни одна компания, которая зарегистрирована в офшоре, не получает государственной поддержки. Это да. У нас крупнейшие наши флагманы, так называемые, нашего бизнеса в момент прошлого кризиса получили десятки миллиардов долларов государственной помощи, при этом будучи зарегистрированы в офшорах. Такого не существует нигде. Соответственно... У России уникальный путь, как нам говорят. Вы знаете, еще раз я говорю, такой путь возможен, но он будет недолго. Ну, Андрей, извините, я сприваю просто, у нас осталось все много времени. Я просто хотел вот к вопросу вам задать. У вас не складывается впечатление, что проводится какая-то такая специальная демонизация предпринимателей и малого бизнеса? Целенаправленная. Потому что я вот читаю, разговариваю с людьми, и люди, которые не занимаются и бизнесом, они как-то очень отрицательно относятся к людям, которые занимаются предпринимательством. Не делается ли это специально? Вы знаете, это мы вернемся опять к началу нашего разговора. У нас любая инициатива... У меня такое складывается, нет, впечатление. Она, неважно, кто ее придумал, бизнес крупный, предположим, какие-то лоббисты или какое-то ведомство, чиновники, они от каждой из этих инициатив страдает малый бизнес. То есть, действительно, локальные лоббисты, они гораздо более эффективны. И, естественно, например, вот если мы вспорим историю с сетями... Локальные лоббисты вы имеете в виду на уровне муниципалитетов? Нет, ну почему? Вот история сети против палаток, например. Значит, ну, естественно, была поднята огромная волна такая протеста. Ну, что эти палаточники, лавочники, вот приходите к нам в магазины, и у нас тут все чисто, красиво и светло. И мы еще контролируем качество. Да, конечно. Ну, это отдельная, да, тема, что на самом деле совершенно не соответствует действительности по сути. Значит, но волна была такая медийная поднята, это очевидно. Естественно, в обществе складывается такое впечатление. Что, вопрос другой, что мы можем противопоставить такой волне? Значит, мы можем противопоставить организацию малого бизнеса, мы можем противопоставить этому объединение малого бизнеса вокруг общественных организаций, вокруг партий, которые отстаивают действительно его интересы. Вот это единственное, что мы можем сделать. Ну что ж, хочется просто пожелать ему удачи, потому что, ну, малый бизнес и средний бизнес в европейских странах и в Штатах, если не ошибаюсь, они обеспечивают порядка 70% рабочих мест. Совершенно верно. И все те программы, которые должны приниматься по развитию малого бизнеса, они просто поднимут уровень жизни. Совершенно верно. Вы понимаете, если вы понизите налоги в два раза, вы получите удвоение УВП в два раза. Могу вас уверить, что мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы интересы малого бизнеса защитить. Ну, успехов вам в этом труде. У нас в гостях был Андрей Крутов, депутат Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия». Программировался по нему. Удачи. Продолжение следует...